Премьер-министр Армении Пашинян уже прославился тем, что утром заявляет одно, а вечером другое. Однако мнения, высказанные премьер-министром Армении в интервью телеканалу «Франц-24» после встречи с Макроном во Франции и события, происходящие в регионе на фоне этих мнений, указывают на серьезные риски. После встречи с Макроном Пашинян вновь выдвинул утверждение, что Азербайджан готовится к новому нападению на Армению и попытался обосновать его несколькими абсурдными тезисами. Премьер-министр утверждает, что непризнание Азербайджанам территориальной целостности и неприкосновенности границ Армении свидетельствует о подготовке к нападению. Однако, поскольку мирный договор не был подписан, Азербайджан и Армения официально не признали территориальную целостность друг друга, в том числе неизвестно, где именно проходит граница, поскольку процесс делимитации не был проведен. В настоящее время линия границы между Азербайджаном и Арменией является условной. С одной стороны, Пашинян всеми силами избегает подписания мирного соглашения, а с другой хочет, чтобы Азербайджан признал территориальную целостность и границы Армении. Хотя на первый взгляд это может показаться политическим дилетантизмом со стороны премьер-министра Армении, на самом деле он действует очень хитро, и его цель – показать Азербайджан как агрессивную сторону в международном общественном мнении. Представление последнего столкновения на границе как подготовки к нападению со стороны Азербайджана наглядно демонстрирует его хитрость. Пашинян уходит от ответственности, называя провокацию армянской армии в направлении Зангелана ошибкой или произволом, а адекватный ответ Азербайджана оценивает как агрессию. Получается, что для Армении нормально ранить азербайджанского солдата. А ответные меры азербайджанской армии – это попытка создать эскалацию? Премьер-министр Армении пытается представить провокацию, которую они сами же и организовали в таком свете. Фактически, тем самым он признает одну из преследуемых за ангеланскими провокациями целей. Цель провокационного нападения – побудить Азербайджан к ответным действиям и затем показать его в качестве нападающей стороны. Основной предпосылкой заявления Пашиняна о том, что Азербайджан готовится к нападению, является вопрос западного Азербайджана. На самом деле, именно это больше всего волнует Армению. Поэтому руководство страны всеми способами пытается помешать азербайджанцам вернуться на родину. Возвращение азербайджанцев, депортированных со своей родины, основано на международном праве. Это право отстаивает в первую очередь община западного Азербайджана. Азербайджанское государство также выступает за обеспечение права этой многочисленной общины. Но дело не в том, что пытается представить Армения, а в том, что право на возвращение западных азербайджанцев должно быть обеспечено правовыми средствами. Президент Ильхамалиев неоднократно заявлял, что возвращение в западный Азербайджан будет происходить не на танках, а на машинах. Официальный Ир Иван также понимает, что безопасное возвращение азербайджанцев предусмотрено международным правом. И рано или поздно Армения будет вынуждена с этим согласиться. Именно по этой причине права азербайджанских беженцев пытаются представить как территориальную претензию. Заявления премьер-министра Армении о том, что Азербайджан готовится к новому нападению, скрывают коварный план в отношении вопроса западного Азербайджана. Они создадут новую эскалацию в регионе, организовав провокации на границе. Прежде чем реализовать этот сценарий, они пытаются манипулировать международным общественным мнением, заявляя, что Азербайджан готовится к новому нападению. Пашинян уже высказывал подобные утверждения, но заявление об этом из Парижа указывает на то, что они могут перевести сценарий эскалации в практическую стадию. В этом контексте несколько аспектов заслуживают особого внимания. Во-первых, сразу после встречи Пашиняна с Макроном в Елисейском дворце, министр обороны Франции Себастьян Лекарню прибыл в Ереван и подписал новые военные контракты. Во-вторых, французская армия ускорила боевую подготовку армянских военных, и одним из главных учений является подготовка горных командос. Учитывая, что граница между Азербайджаном и Арменией проходит по гористой местности, можно сказать, что Франция готовит армянскую армию к атаке в этом рельефе. В-третьих, Лекарню привез с собой в Ереван представителей компаний оружейных баронов. Общественность не была проинформирована о контрактах, подписанных между Арменией и этими компаниями. Это выдвигает на первый план возможность того, что компании, названия которых не упоминаются, поставляли штурмовое оружие армянской армии. Что произошло? Заявления Пашиняна в интервью «Франц-24» о том, что Франция ускоряет вооружение Армении, показывают, что в регионе подготавливаются опасные сценарии. Здесь также четко видны цели Франции и Армении. Этой новой эскалации Армения намерена сорвать мирный процесс и создать новые условия. Этим она планирует продемонстрировать важность отвода войск от границы, отодвинуть на задний план проект Зангизурского коридора, добиться международного давления на официальный Баку как на нападающую сторону и не допустить возвращения западных азербайджанцев. А Франция планирует вытеснить Россию из Армении и занять освободившееся пространство. Для этого она хочет запустить новый сценарий эскалации и укрепиться в регионе под предлогом обеспечения безопасности Армении. Похоже, что все будет решаться на землях западного Азербайджана и одной из сторон возможной войны может стать не только Азербайджан, но и Россия. На этот раз Москва будет действовать не для того, чтобы спасти Ириван, а для того, чтобы наказать его. Потому что план, подготовленный на парижской кухне и представленный Ириваном к реализации, противоречит не только интересам Азербайджана, но и интересам России в регионе. Подтверждением тому служит открытая война Николы Пашиняна с Россией, которую он объявил в одном из своих известных интервью. Премьер-министр Армении объявил о замораживании их деятельности в ОДКБ и отказе от братских отношений с Москвой. Россия не только требует от Пашиняна объяснений, но и уже начала предпринимать шаги на практическом уровне. В этом контексте не случайно, что российские эмиссары появились в Ириване сразу после визита премьер-министра Армении во Францию. 24 февраля в Ириване состоялась конференция на тему Армения на перепутье, ОДКБ, НАТО или внеблоковый статус. Очевидно, что тема конференции, в которой приняли участие российские и армянские эксперты и высказанные на ней мнения, были направлены на предупреждение Армении о том, что может произойти. Россия, в частности, пыталась донести до армянского общественного мнения, что вина за случившееся лежит на правительстве Пашиняна. С этой целью эмиссары, отправленные в Ириван, давали четкие предупреждающие сигналы. Дмитрий Суслов, заместитель директора исследовательских программ Российского совета по внешней и оборонной политике, считает, что если Москва использует Ириван в качестве инструмента антироссийской политики, последствия будут крайне плачевными. Однако необходимо понимать, что внимание России сосредоточено на Украине. Пока на Украине идет война, а Армения остается членом ОДКБ, Москва не будет использовать военные средства против Иривана. Если армянские власти продолжат эту политику, возможно, разные сценарии. Ведь применить силу может не только Россия, но и другие страны. Например, Азербайджан, в том числе и Турция, утверждает Суслов. По сути, это послание Москвы и Иривану. Если Армения предаст Россию, она кажется беззащитной перед Азербайджаном и Турцией. Примечательным в речи Суслова был момент, связанный с западным Азербайджаном. Российский эмиссар заявил, что если Армения выйдет из ОДКБ, то эти территории станут западным Азербайджаном. Директор Центра анализа стратегии и технологий Руслан Пухов, приехавший в Ириван вместе с Сусловым, отметил, что французское оружие не может противостоять азербайджанскому. По его словам, Запад даст Армении второстепенное оружие. Армения не сможет получить то, что Запад дал Украине. Они дадут Иривану второстепенное оружие типа Цезарь. «Азербайджан и Турция, если понадобится, нанесут упреждающие удары, и члены экипажа, обслуживающие эти злополучные цезари, даже не смогут встать с постели», предупредил Пухов армян. «Как видно, Армения, опираясь на Францию, лишается и России, которая до сих пор ее защищала, и этот фактор создает эффективные условия для Азербайджана в регионе. Если Армения предпримет провокационную атаку, ответ Азербайджана, несомненно, будет жестким, и мы не должны исключать, что опасные игры, в которые играет правительство Пашиняна, могут закончиться ликвидацией Армении, созданной на наших исторических землях, и восстановлением Западного Азербайджана». Продолжение следует...